В кадре два замечательных ружья новой линейки от компании Safari, оно же LATEC. Ружья серии T. Это просто T, это T12. Сейчас здесь 410 калибра, здесь 12. Почему так, я не знаю. Ну, по крайней мере, именно такую маркировку предлагает нам TOL LATEC, вторая марка Safari. Это мое ружье. А вот это вот ружье Андрей, который забил. Андрей, привет. Ну, рассказывай, почему это ружье, почему именно так? А что вам рассказать? Я думал, начнем с того, что, как многие спрашивают, зачем вообще одностволка и почему именно 410-й? А я на это отвечаю, потому что. Потому что захотелось и чтобы было. Ну, вот, глядя на них, можно сделать вывод, что ружья исключительно эмоциональны, да? Абсолютно верно. То есть, здесь под них не надо какие-то особые задачи. У них очень низкая цена, доступная, весьма доступная и какой-то прикол, антураж. Ну, почему бы и нет? Ну, вот, зачем люди покупают воздушку, имея, например, да, то же самое нарезной ствол или там охотничий разживет, наверное, под это дело. Ну, вот, я почему-то решил, что это, ну, в порядке моей эксплуатации, это будет survival. Ну, да. Ты у нас бушкрафтом немножко занимаешься, поэтому тебе, наверное, да. У меня, как бы, ну, тоже прекрасно знаешь, я на своем канале немного занимаюсь такими вещами в плане во что-то пострелять. Люблю некоторые вещи поломать, с детства это у меня еще было. Что-то разберу, потом собираю ведро деталей остается. Ну, так как есть оружие сейчас, не будем говорить про некоторые американские каналы, где занимаются изничтожением разных вещей. Ну, в принципе, хотелось попробовать то же самое, опять же, для разнообразия. То есть, нарезной есть М-62, естественно, планируется еще 223, там другой еще посмотрим. В 12-й калибре я планирую брать помпу, поэтому я не стал брать как у тебя, а решим все-таки взять 410-й для разнообразия. Ну, прикольно, прикольно, почему бы и нет. Вот, для понимания, что такое 410-й калибр. Вот он, вот он, в сравнении с обычным 12-м. Ну, что такое 12-й, это понятно, наверное, все знают, да. Один фунт свинца, разделенный на количество, равное количество круглых пуль по диаметру. И вот, если их получится определенного диаметра, то их будет 12 штук. Соответственно, калибр 12-й. Вот здесь порядка 18-ти миллиметров диаметра. Круглая пуля. Соответственно, 12-й калибр. Чем число меньше, тем калибр больше. Ага. Соответственно, 12-й и 410-й. Нет. 410-й все по-другому. В советской классификации вот такой, он называется 32-й, по-моему. Да, да. Ну, там же идет какой-то 12-й, 16-й, 20-й и пошел дальше. Да, 24-й и 32-й. 410-й калибр придумали американцы. Придумали для чего? Калибр, слово револьверный, его придумали для трехкалиберных револьверов. Трехкалиберный револьвер, имеется в виду револьвер, который потребляет 45-й ACP, 45-й Кольт и 410-й. 410-й в этом смысле разрабатывался как картечно-дробовой патрон для револьвера. Ну, собственно говоря, это и есть его истинное назначение, 410-й это револьверный патрон. А уже потом в странах с извращенным законодательством и просто по приколу придумали длинноствольное оружие под 410-й калибр. Изначально же это не более как пистолетный, вернее, револьверный патрон. Ну, собственно говоря, его размер как бы и предполагает такое назначение. Поэтому разговоры о том, что это хороший патрон для охоты, это все чушь собачья. Он нехороший, он в качестве дробового гораздо хуже, например, чем тот же 12-й и пулевой проигрывает 20-му. Поэтому вот детям пострелять, женщинам, да. Бабахинговый патрон. Да, да. Ну, хотя по цене я бы не сказал, что он бабахинговый, потому что... А это все извращенное наше законодательство. Ну, тоже, да. Вот именно вот спрашивают, зачем ты его брал, это дорого, это патронов мало. Я говорю, ну вот не то, что я буду каждый день из него стрелять, там-то и дело. Ну, естественно, придется, наверное, самому чем-то заниматься переснаряжением, потому что... В отличие тяжелые. Патрон, 410-й патрон, по логике вещей, должен быть дешевле 12-го. Почему? Гильза, ну, условно, это одно и то же, да, цена? Какая разница, там... Ну, по материалу здесь, наверное, меньше будет. Капсуль один и тот же. Пороху меньше в три раза, да? Дроби меньше. Дроби меньше. И свинца на пуле тоже меньше. То есть, как бы, по логике вещей, 410-й патрон должен быть дешевле 12-го. Но на этом есть рынок, есть спрос, есть предложение. А здесь постольку-поскольку. То есть, потенциальный покупатель 410-го, это либо, вот, новое ружье, либо какая-нибудь цель 410-м, либо вообще не пойми чего. Поэтому, собственно говоря, 410-го нету рынка. Нету рынка, нету хорошей цены. Логика на вот этом вот устроится. Ну, да, вот примерно тоже. Поэтому, поэтому меня и спрашивают, когда говорят, ты будешь охотиться? Я говорю, нет. Смысла охотиться с этим нет. Это надо, во-первых, я плохо вижу, во-вторых, как бы, стрелять дроби меньше, надо лучше целиться. Расстояние, опять же, скорее всего, будет меньше, чем у нас. Дробь, это вообще ни о чем. Дробь абсолютно. Либо картечь, либо пуля. Дробь, это, я не знаю, на мышей, на крыс. Вот как-то так. Ну, куда дробь, да, в этом. Ну, представляешь, дробовой особь вот в этом патроне и вот этом. Ну, какие сопоставимые характеристики у них могут быть? Дробь, да никаких. Пуля, да, пуля летит довольно-таки неплохо. Но, опять-таки, если мы сравним пулю, если мы сравним пулю 410-го, то она ни в какое сравнение не идет с пулей 20-го калибра. 12-й здесь еще под вопросом. То есть, большая, мощная, тяжелая, плохой балл коэффициент, потому что большая в диаметре пуля, невысокая начальная скорость. 20-я пуля 20-го калибра, это оптимально, 410-я проигрывает 20-й по всей параметке. Поэтому, опять-таки, для бабахинга отличный патрончик, почему бы нет. Ну, сейчас заругаю, заругаю, скажем. В основном, в основном, да. Так, что, попробую показать, показать небольшое сравнение, только как бы ее удержать, так чтобы не выронить. Ну, скажу сразу, я брал в дереве, мне почему-то дерево как бы больше понравилось. Да, в пластике она дешевле, кстати, не помню, ты вроде смотрел 410-й магазине, нет? 410-й в пластике нету. 410-й это единственное исполнение, какое есть у Латека. То есть, в дереве и с внутренними курками. Все, по 410-му нету. Ну, да, я хотел внешний курок, но, честно говоря, вот я твой попробовал. Он тяжеленный, да? Ужасный. Да, немножко для взвода, поэтому мне, ну, не знаю, уже как бы начинаю к этому привыкать. Единственное, мне не совсем все-таки привычно, это вот взвод, переломка, да. Как бы дополнительный спусковой крючок спереди, и сразу как бы я из магазина ее взял, она у меня... Туга открывалась. Падала, да. Сейчас вот она не падает. Да, я подтянул чуть винт. Ну, вот это, скажем, небольшая проблема в этом есть. Что, вот если мы палец держали, да, и она у нас падает, вот что я хотел показать. Просто можем защемить палец. Да, неправильно. Вот и будет... Ну, здесь есть один положительный момент, что вот когда мы вот этой... Вернее, не мы, а тот, кто не уберет палец вот отсюда, ему один раз защемит, вот у него, наверное, надолго потом... Палец будет плоским. Надолго палец будет плоским. Нет, появится... Рефлекс. Рефлекса, да. В общем, ружье хорошо для воспитания собачек Павлова, я понял. Триггер дисциплины, правильно. Вот, именно для этого, то есть палец надо убирать. И еще момент, важный момент, этот рычаг помимо того, что открывает замок ствола, этот рычаг еще взводит курок. Абсолютно точно, да. Это вот я хотел показать, сейчас курок уже взвелся, вот у нас. Баек, кстати, не подпружиненный, меня это немножко удивило. Ну, то есть, когда мы спускаем курок, давай, то у нас баек остается снаружи, да, он не подпружинен. Это плохо. Плохо. Почему? Потому что, когда ты закрываешь невзведенный курок, невзведенный, то баек касается капсулы. Не будет, но он касается капсулы. И трет капсулы. Что, спрячется, что ли? Конечно. Да ладно. Смотри. А, то есть, ааа, так это получается. Я тебе специально по телефону не говорил, когда ты меня спрашивал, а тебе хотел показать. Он еще дополнительно при закрытии тоже взводится. Абсолютно верно. Он при открытии взводится и при закрытии взводится. Как раз перемудрили. Да, так это вот, вот это и хорошо. Я тоже сразу, вот когда ты мне сказал, что будет, я такой сижу, думаю, блин, что я такое купил. А потом, оп, смотрим, и оно так раз и спряталось. Спряталось, да, я понял. И красота. И, кстати, тухо закрывается именно из-за этого. Вот при закрытии такое усилие ядреное. Да, да, да. Сравни с 12 калибром. Щелки, все. Гораздо легче, правда? Согласись. Потому что нет усилия. Но мне вот это... Вот это, что ездит снаружи, оставили немножко. Да, это хрень полная. Там, ну, вот это что такое? Вот это... Да, это... Болтайка. Это не изгод. Так, мы сначала мою посмотрим или твою. Потому что я, как бы, свою немножко уже пощупал. Посмотрел и... Ау! Ну, в принципе, да. То же самое. То же самое, абсолютно. Но у тебя прорезь под спусковую скобу дальше. Поэтому тут просто палец сделает плоским, а здесь может просто рассечь нормально. Расчевый. Потому что, да, оно укладывается, получается, в проточку вот эту. Да, да. И можно очень хорошо пальчик попортить себе, в принципе. Так, товарищам латековцам, наверное, я сразу скажу по поводу вот этих прицельных от... От воздушки. От воздушки. Пластиковые, абсолютно. Вот это вот в нескольких плоскостях. Хотя, хотя при этом дерево, металл, как бы, да, выглядит ружье так солиднее, да? Ну, не выглядит там прямо... Ну, вот этот вот целик, это жесть. Это от чайки. Ну, их воздушка чайка называется. Ну... В смысле, латековская? Да, латековская воздушка, но это чайка. Не воздушка даже дела? Крайне. Я не знаю. Здесь прицельные на двенадцатом калибре будут, ну, другие. Ну, во-первых, здесь совершенно другая мушка. Если на четыреста десятом оптоволоконная, светособирающая на подставочке, то здесь, здесь просто дырка в стволе. Ну, реально дырка. Знаешь, что ли? Ну, конечно. Просто дырка в стволе сложная. Да, сюда вкрутили латунную мушку. Да, опять-таки непонятную толщину. Кстати, и прорезь здесь есть. Да есть. Колодки одинаковые. Колодки, да, не совсем одинаковые. Заготовка под колодки одинаковые. Да-да-да, заготовки одинаковые. Просто здесь выборка под курок, а здесь ее нет. Ну, здесь еще может быть... Да нет, не может быть. Не-не-нет. Я думал, в смысле, открыли доступ к целику этой выборки. Вот. Ну, я уже все равно выскочил. Девенадцатый калибр бывает с внешним курком, бывает с внутренним курком. Тяжелый капец, да? Да. Да. А спуск интересный такой более или менее. Я вообще не вижу, чтобы он выскочил. Ну, он стреляет. Он стреляет, да. И... Как только ты отпускаешь, он убирается с гнипка. Вот. Ну, в общем, они такие немножко разные, но в целом они очень похожи и видно, что они родственники. Судя по всему, эта лодка-то, заготовка, по крайней мере, одинаковая. И из органов управления на четырестой десятке, ну и как на любом ружье, с удлинными руками, у нас присутствует предохранитель. Вот он у нас. С задней стороны. Здесь предохранитель. А на курковой нет. Ну, видно. А то есть курок. Важим на курковой предохранитель. А это что такое? Оська. Ага, это оська вот этой штуковины. Да. Вот такие, вот такие ружья. Да. Ближе показывать. Надо клейма. Ну, клейма там, по-моему, одинаковые. Кроме того, что на 410-м написано Т12, не пойми чего. А на 12-м написано просто Т. Ну, такая вот маркетинговая загадка. Только товарищи из Лотека могут, наверное, это объяснить. Т12 сафари. Здесь. А там просто Т. Просто. Сафари Т. Да. Лотек. Чуть-чуть Орел отличается. Небольшим минусом для меня было, не минусом, а, скажем, таким неприятным сюрпризом. Вот. Без кавычек. Нашел я вот на этой стороне. На. 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 лоб вот сюда посмотри это ущербная обработка царапина концентрический ну это ну это не инструмент ну как тебе объяснить ну вот ладно инструмент инструмент вот я вижу а вот это концентрическая плюс царапина у меня кстати тоже самое ну вот видишь поэтому я надеюсь будет видно такими досадными моментами концентрические круги плюс лучи еще какие-то но есть такой неприятный момент как бы все таки все все таки инструмент какой-то поднялся на так специфично единственное что непонятно вот полукруг этот внизу зачем я не совсем я как-то старательно списываю все это на невысокую цену это да но все равно неприятно пусть она стоит 100 долларов но как бы не знаю на 100 долларов 100 долларов у кого-то это полу зарплату дело даже не в этом я понимаю да и они допускают вот вот эти вещи они должны в описании указывать на ствольной коробке коцка я тоже мышь как бы она в цену не входит где-то там но вот это же ничего не сделать то есть тут уже только смириться ну да остается тем более очень большая не то чтобы проблема но особенность дистрибьюции этих ружей состоит в том что но они зачастую присутствуют магазине только под заказ и если вы заказал это ружье то проезжает одно и выбрать не ищу ну то есть как бы ладно у меня кстати да у меня еще ружье наверно то что получается новая модель стать но это тоже да они вышли одновременно у тебя номер какой-то 36 у меня в первой десятке в украине знаешь почему четвертым всего никто не берет у меня все равно почему нет в первой десятке нормально да надо было просить я когда-то у себя ну первую первую я думаю что он какие-нибудь испытания на ней делались еще что-то ну вот и и первые три первые три на испытания четвертый я уже забрал ну это как это я себе утешаю просто доволен как сильно не разочарован скажу так а что же рассказать я не знаю я могу разве что твою немножко посмотреть ложится после но по эргономике по моему они абсолютно одинаковые они одинаковые если не учитывать толщину ствола и вот держишься за за целью ты видишь прицела не видно при спущенном спущенном курке да как старых револьверах ну а ну да он просто колодка такая как бы высокая получает а у меня еще выше вот и да он такой честно говоря своеобразненько удобненько не знаю не могу но у меня если честно морда лица с трудом запихивается очень низкие прицельные и мне тут все-таки пощечник немного и мне приходится либо толкать его максимально вперед либо смещать к центру для того чтобы лицо туда морда лица запихнулась комфорт показать что я имею ввиду я примерно понимаю потом покажет сейчас я их посмотрю просто для для сравнения не ну учитывая что у меня чуть приподнятым не легче конечно повыше конечно прицелы повыше на 410 плюс они с разными точечками ну тут красно тут белые да ладно на тех дистанциях на которых работает это ружье нормально но дистанции может и да просто ну дело в том что пока я с глазами себе что-то не сделаю я на дистанции даже 20 метров особо не стреляют хотя до 410 примерно но мне кажется что вот это вот пулевые прицельные приспособления на 410 они мне кажется излишне если бы было бы по типу вот как на двенашки как на этом ружье было бы по моему лучше таки да ну как бы спору не 410 под пулю заточен но вот этот вот целик не снимается он здесь припаян по моему вот это подка похоже на ту и по им похоже на туда ну вот из-за того что ты это все болтается мне не особо не нравится поэтому может быть так скажем на любителя потому что учитывая что большинство скажем и помповых ружей вид как бы простенькие прицельные то чтобы не переучиваться там или не привыкать больше к одному к другому ну да так поднял и стреляешь но так по ощущениям руках одно и то же дерево вроде как тяжелее тяжелее хотя ствол 2 раза больше стали на стволе больше да но что-то мне такое впечатление что он вперед и перевозит они наверно просто балансируется по-разному ну ты знаешь вот деревьях а мне на 410 не понравился что у нас и другое все другая легенькая очередь да ну там 2 200 для того чтобы ходить превосходный для то чтобы стрелять не пробовал с одной руки честно говоря при такой массе не хочется я видел твою я помню отдачу не хочется да я понял хорошо ладно но попробовать можно сначала с двух на всякий случай можно попробовать заупереть вот бедра потом выломать указательный палец что спуск хотел про стеклянная палочка только толстая стеклянная палочка а я жду веду такое главное холостой есть без взведения сейчас не будет такая жесткая палочка конечно толстая стеклянная палочка такой же нет тут какой-то есть немножко проваливается как бы вверх но наверное учитывая все таки что здесь здесь боёк и скорее всего просто немного отличается все таки механизм уэсэйма тут как-то плавно идет и нету такого поддергивания сейчас возьмешь попробую реально какая-то ерунда то есть на куркурс есть когда да ну такой рывками и а у тебя сразу раз и все такой немножко пластилина вот вот я чуть вжал жал и получилось мне тоже наполовину прошел это да преднатяг уже бы такое что-то куда скажем так более охотничий куда попало называть ну не знаю я не охотники не могу точно сказать но поэтому надо было взять отверточку попробовать зачем смысл поменять да поменять как говорится вы ловер-аппер вот немножко необычная моторика когда вот эту спусковую скобку натягиваешь ну не с одной стороны вот этот механизм нравится больше но вот это что бегать снаружи да это потому что здесь от палец вот и ты ты нажимаешь и вполне может извините почти стволом на вас знаю будет ли видно с этой стороны лучше показать вот палец здесь и когда пока вы фокинговый вот нажимаешь видно палец ездит вместе со скобой а здесь можно еще и защемить и там же сделал том что как бы этот винт просто вкручен там не втулочкой я думал винт тоже ездит да он еще нами еще и снаружи да ну вот вот это вот она где-то но опять списываю все на цену все на цену мне моё все больше и больше начинает развиваться серьезно отлично кстати деревяха на 410 просто симпатички хорошо сделал ну это орешек насколько хорошо но все-таки не без изъяна я видел видел да здесь материала больше вот сюда идет плюс он по колодке вот в миллиметр целый получается снаружи совпадение с этой стороны красивенько гладенько уходит все классно джем шуты делаю в рове не заподлиться но я сразу обратил внимание где видно это вот вверх где сходится приклад на колодку не заусенка вот справа меньше сходцы вы пытались наверно под под это самый подобный все на цену все списываем на цену причем еще такое впечатление что что прикладь немного даже в сторону ну так это же правильно но зацел вуд да извините я не знаю ну наверно он там и не нужен ну как бы списываем на цену если списывать все на цену я приверженец я конечно ленивый чувак такой очень сильно но я все-таки наверно немножко перфекционист плане того что цена не имеет значения главное хорошо сделать то есть если ты взялся делать делать чтобы она была нормально неважно сколько на стоит потому что ты вот этим зарабатываешь себе как бы и рейном и именно вот то есть смотрят даже по простым вещам как как вы делаете и так далее швейцарцы со своими часами тоже наверно сразу начинали мне не супер-пупер они каким-то образом начали делать она не ломается она все точно подобно нам все классно сделано вот и поэтому она ценится так высоко поэтому если делать и бы как-то другой стороны как бы я немножко все-таки пытаюсь поддержать отечественного производителя сказать дать и дать им шанс просто многие этим плохо пользуются ты будешь брать сафари к сожалению самая планирую до сафари плена 001 взять 7 плюс 1 хочу вот правильный выбор у меня уже отговаривает кто сафари комментарии почитаешь мне пони не 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 я не буду же минут на на имен называть я так не помню говорят но как бы меня интересует вот скажем ружью в плане пострелять для пострелушек не для охоты там не для чего такого поэтому скажем простенько и со вкусом если как бы ты советуешь у тебя на стрел сколько на твоей за 8000 и особо если поломок не было то я да вообще никто я думаю наверное можно доверять опять же опять же учитывая что завод здесь у нас фактически то я думаю запчастями проблем не должно быть дело же не в запчастях дело в том что там даже нету следов износа и нету каких-то ярко выраженных родовых болезней очень поэтому мне нравится этому надо брать ну по крайней мере по м201 как по мне на сегодняшний день он превосходит своего ближайшего конкурента мпс от сан мпс по надежности вот из того что там там и там еще несколько даже внешних факторов есть ты уже наверно когда куплю я уже буду рассказывать потому что так особо но это совсем другая история тоже будет потом в общем народ такой скомканный это не обзор кстати это не обзор как мы назовем это мы назовем впечатление сравнение впечатление владельцев новые образцы ружей и под занавес наверно немножко поедем постреляем как как ружье сравнивать как она себя ведет в работе ты будешь впечатлен 12-м калибру надо было броник брать но посмотрим постреляешь и постреляешь из моей мелкой как этот миномет до постреляешь из моей мелкашки я из твоего 12 постреляю там уже будут какие-то впечатления да 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 более подробно всем пока